Алло, алло, привет, сладкий. Узнал? Алло, чё не узнал? Учительница ведёт в чистом классе урок. Ведёт урок, поворачивается к доске, что-то она нам им объясняет, и раз кто-то засмеялся. Она поворачивается, видит Коля, смеётся. Ты чё смеёшься, а, Коль? Над кем ты смеёшься? А он прямо в лобовой. Мария Ивановна, вот окно открыто, продул сквознячок, а у вас сорочка раскрыта. Я увидел вашу сиську, и вот и засмеялся. Что ты увидел? Сиську мою! Ты сволочь такая! А ну пошёл вон отсюда. Выйди к классу вон, чтоб пять дней тебе на уроке не было быть. Пять дней, чтоб тебя в школе не было быть. Выйди вон отсюда. Она выгнала её. Она злая села в зоопарку, взяла журнал, видно, пишет. Там Коля двоечку пишет или что, я не знаю, короче. Она пишет такая злая, ей что-то пишет, и вот чересчур наклонилась, и раз! Кто-то опять смеётся. Она поднимает глаза, видит, Вася смеётся. Ты чё, Вася, смеёшься, а? Ты над кем смеёшься? Ты над кем смеёшься? А Вася говорит, Марья Ивановна, правду скажешь? Да ты ещё и мне и врать будешь? Ну конечно, правду должен сказать. Ты над кем смеёшься? Марья Ивановна, ну вот сейчас наклонилась. Я увидел вообще две сиськи. Ах ты сволочь ты такая! Вы развратники! Развратники вы такие пошлые! Выйди ты тоже вон из класса, чтобы неделю тебя в школе не было быть. Выйди вон отсюда! Ну Вася тоже ушёл. Она вообще такая злая сейчас, Марья Ивановна, берёт мел. Такая тишина, все боятся, все сидят ученики. Она поворачивается. Посмотрела ещё раз на учеников, все молчат. Она начинает объяснять урок, опять пишет что-то, и мел выпал с руки. Она наклонилась, чтобы мел взять, и весь класс начинает смеяться. Она поворачивается, и все замолтые. А на задней парке Вовка сидит, Вовочка. Становится скамейкой, берёт свой портфель, ставит книгу, дневник. А Марья Ивановна говорит, ты куда собрался, а? Кто тебе вообще пустил встать со скамейки, а? А Вовочка посмотрел на Марья Ивановна. Марья Ивановна, вот после того, что я сейчас увидел, мне образование вообще не получить. СМЕХ Вася приходит домой, жена на него напрыгивает, на шею целует его, целует. Вася говорит, давай сходим в ресторан. А Вася говорит, ты что, стурела, что ли? Говорит, какой ресторан? Вася, сегодня наше десятилетие, как свадьба прошла. Да нету, говорит, у меня денег, понимаешь? А я накопила, говорит, за 10 лет накопила. Одеть нечего у меня. Да я у Антона, говорит, смокинг, говорит, для тебя, говорит, такой костюмчик, говорит, попросила, чтобы одолжил бы. А тебе, у тебя тоже нечего одеть. А мне Людка зашила платье на десятилетие в подарок. И что, говорит, серьезно, говорит, да. Нет, нечего уже сказать, Ваське. Ну ладно, говорит, пойдем. Приезжают они в ресторан, подходят к дверям, к ресторану, раз, к швейцарии. О, привет, Вась! Вот, я женой. Раз, замолчал швейцар, они зашли, сели за стол, приходит официант. О, привет, Вась, как всегда. Я, женой я, заказали, они там сейчас сидят. Ну, как вы же должны начать выпить там уже стаканчик. Истребкизерша, одной кричит. Кто сегодня самый смелый? Кто потянет за шнурочек мои бикины? И все хором в ресторане. Вася, Вася, Вася! Жена повернулась, как торцанула, как гебанула ему. Пощечина. Ах ты, сволочь, такая, и убежала. Вася за ней. Она останавливает такси. Садится в такси. Вася запрыгивает вместе с ней в такси. Она ему в такси начинает пилить. Ну, как тебе не стыдно? Я тебе верила. А ты такой сволочь, негодяй. А да, таксист поворачивается. Вася, ну ты сегодня и стерву зацепил какую-то. Один мужик сидит ровно 15 лет в тюрьме. Нашел момент и сбежал с тюрьмы. Сорвался с тюрьмы. Все, исчез. Забегает в лес. Забегает в лес, видит какой-то домик. Подходит к дверям. Раз, за ручку. Открывается дверь. Смотрит, дома никого нет. Смотрит, вторая дверь. Открывает вторую дверь. Видит, молодая пара на кровати лежат. Они раз, смотрят на него. Это кто такой? Он как увидел, что они еще и смотрят на него. Он нагло напрыгивает этого парня. Берет за шкейку. Раз, к скамейке. Завязывает этого парня. Напрыгивает на девчонку. И девчонку завязывает. Обнимает девчонку. В шею поцеловал. Встал спокойно, без ничего и без шума. И пошел в ванную. Этот парень завязанец. Сидит и своей жене говорит. Слушай, по-моему, он заключенный. Видно, он много лет женщин не видел. Понимаешь? Если он захочет с тобой любовью заняться, я тебя очень прошу, не сопротивляйся. Сделай ему удовольствие. А то у нас обоих убьет. Я даже видел, как он тебя в шею поцеловал. Будь сильной, дорогая. Я тебя люблю. Жена посмотрела на него. Лежит завязанная. Во-первых, говорит, он мне не поцеловал в шею. Он мне в ухо прощептал, что я отсидел очень долго. Я полюбил мальчиков. Вот твой мужичок мне очень понравился. Где у вас вазелин? Быстро, а то, говорит, заряжу. Я от страха сказала в ванне. Дорогой, я тебя очень люблю. Будь сильной. Две подруги идут, пьяные, вдребезги, на корпоративе. Хорошо набухались. Короче, можно сказать, нажрались. И они идут. Ну, идут, короче, рука руку. Еле-еле идут, идут, идут. И оба захотели в туалет. Оба захотели в туалет. И одна, говорит, спущусь там в кусты. Одна спускается в кусты и свое дело делает. А нечем потереться. Сейчас думаю, чем потереться. Берет свои трусы с трусами, потерлась и дикинула. Поднимается. Как у нее поднялась, вторая пошла в кусты. Вторая пошла в другую сторону в кусты. Спускается, наткнулась на там или что, повернула. Вся поцарапалась, все одежда разорвала на себя. Встает, видит, блядь, какое-то кладбище. Ну, она свое дело сделала. Тоже нечем потереться. Видит какого-то покойника, нового похоронения. Там какой-то венок и ленточка. Она взяла этой ленточкой, потерлась. Встала и поднялась. Поднялась, они оба опять пьяные идут. Идут, пьяные, идут, идут, идут. Ну, дошли, ночью дошли домой. Одна к себе пошла, вторая к себе пошла. А их мужа близки, друзья. Один другому звонит. Слушай, знаешь, что случилось? Да что случилось? Слушай, моя жена, говорит, пришла, говорит, два часа ночи. Блядь, пиздец, вся, говорит, бухая, нажратая, говорит. Вся обцарапанная. Ну и что? Еще и без трусов. Ты что, говорит, серьезно, что? Это, говорит, все, как ерунда, хуйня. Серьезно, говорит? Да что, говорит, вот что, говорит, моя жена, говорит, пришла, говорит. Блядь, тоже, говорит, вся разорванная из шмотки, вся потертая. Вся, говорит, короче, бухая, нажратая. А в трусах, знаешь что? Говорит, что? У нее ленточка, говорит, в трусах лежит, говорит, и написано на ленточке. Мы тебя не забудем, 22-я пожарная бригада. Это же охуеть. Идет в школе урок по математике. Учительница говорит детям. Дети, вот на дереве сидят пять птиц. Охотник пострелил трех птиц. Сколько осталось птиц? Ну сейчас все должны уже ответить. И Вовочка раз руку поднимает. Марья Ивановна, можно ответить? Ну отвечай, Вовочка, отвечай. Там ни одной птицы тоже не осталось. Как не осталось? Ну, когда охотник пострелил, от звука ружья птицы бы улетели. Я тебя не спрашиваю, кто бы как себя повел. Это просто математическая математика. Это просто задача математики, больше ничего. Ну мне нравится ход твоих мыслей. Садись. Вовочка сел. Ну он сейчас сел, Вовочка, весь покраснел. Ему обломался весь. Весь классно на него смотрит. Некоторые смеются. Не выдержал и говорит. Марья Ивановна, да, говорит, Вовочка. Вот я хочу тоже вам задать вопрос. Говори. Вот идут три женщины. Едят мороженое. Одна кусает, другая лижет. А третья и лижет, и кусает. Которая из них замужем. Учительница вся покраснела. Ну она говорит, которая лижет и кусает. А вот и нет. У которой обручальное кольцо, вот та и замужем. Но мне нравится, Марья Ивановна, ход ваших мыслей. Мужик приходит на базар и хочет хорошего петуха себе купить. Заходит на базар, видит сейчас, кто продает курицы, там петухов. Засмотрит на этих петухов. Ну не нравятся эти гребешки кривые, висякие. Какие-то слабенькие петухи. Ну он думает, ну нет, нет, не мой вкус. Нет, не такого я не хочу. Я другого хочу. Ну видит, что нету на базаре петуха. Привыходил уже с базара. И какой-то новенький мужик пришел. Какого петуха продает, какого красавчика продает. Грудь у него такая, витянутый такой. Ребешок стоит, этими глазами хлопает. Блядь, он говорит, ну ёпт-моему, вот это то, что надо. Подходит к хозяину, говорит, хороший петух. Хм, хозяин говорит, слушай, супер петух, супер. Куре топчет. И курей топчет, и гусей топчет. Индюков топчет. Даже уток топчет. Серьезно, говорит, что ли, да? Вот у меня дома коза была. Эту козу тоже потоптал. Ты что, говорит, серьезно? Говорит, да. У меня есть еще по секрету, скажу. У меня, говорит, собака дома, которая это все охраняет. И собаку тоже потоптал. Да ты что, говорит, слушай. Серьезно, говорит, да, говорит. Я тебе отвечаю. Пуще, говорит, никого там не протоптал, что ли? Ну, если честно, по секрету, еще у меня ее лошадь есть. Он на лошадь как, напрыгнул. Так ее потоптал, что до сих пор лошадь так с удовольствием. Каждое утро скотчет. Радостный такой, довольный. Ты что, говорит, мужик, если такой, говорит, у тебя, говорит, петух. А чем ты его продаешь? Э-э, ну, если по секрету еще раз скажу. Слушай, говорит, он так косо на меня. Присматривается, что? Я уже в сомнение начал попадать. У одного мужика кот. Этот кот уже постарел, но все-таки все равно хулиганит. Уже надоело этому хозяину. Сколько, говорит, ты у меня, говорит, уже живешь этому коту, говорю. Ты постоянно, говорит, хулиганишь, ну, говорит, я уже, говорит, устал от тебя. Берет его в мешок, короче, впихает и забирает на километров 10-15. Откуда-то привел его какую-то в степь на 15 километров в сторону леса. Открывает мешок и отпускает этого кота. Отпускает, приходит домой. Блядь, видит, кот дома. Блядь, разозлился, говорит, еб твою, говорит, мать, а? Я тебя завтра, говорит, сука, на километров 25 выведу, говорит, точно на 30, говорит. И точно, говорит, я тебя потеряю. На второй день опять его кота берет опять в мешок, завязывает, короче, везет на 25 километров, отпускает этого кота, говорит, ну, сейчас же точно ты домой не вернешься. И приезжает домой, приезжает домой, все-таки огорченный, говорит, точно уже обидно, ну, как, кота оставил, вместе столько лет прожили. Приходит, смотрит, кот возле порога сидит. Блядь, он с ума сошел, еще больше разозлился. Говорит, ну, блядь, я тебе завтра, говорит, знаю, что я с тобой сделаю. Утром рано берет кота, снова в мешок пихает, садится в машину, 15 километров, едет вообще в другую сторону. Заворачивает машину, 20 километров в другую сторону, заворачивает налево машину, едет, короче, километров 40 в другую сторону. Кота отпускает и через ровно один час звонит жене. Случай, говорит. Кот случайно не вернулся, он дома, жена. Да, кот дома. Дай ему трубку, говорит. А что, говорит, случилось? Да этому пидорасту трубку, говорит, я заблудился, блядь, где я нахожусь. Еще один хороший анекдот. Жена, говорит, мужу, я счастливая, сегодня выиграла лотерейку. Муж, что ты выиграла? Сережки, говорит, выиграла. Посмотри, какие красивые сережки. Ва, муж смотрит, молодец, говорит, я тебя поздравляю, умница моя. Сейчас утром, на второй день приходит, вечером опять жена. Я, говорит, еще выиграла, говорит, шубу, говорит. Муж, ты молодец, ты, говорит, красавица, говорит, ты моя. Как тебе везет, говорит, я просто, говорит, рад. Еще и мне не везет, мне не надо больше тратить на шубы, ты умница моя. И третий день тоже придала, она приходит вечером, говорит, мужу, говорит, слушай, я лотерейку выиграла, курорт на море. Что ты, говорит, говоришь, серьезно? Говорит, да. Ну, давай поехали, поехали. Они собираются, приехали на море, сейчас она купается в море, а муж лежит на берегу моря, сидит, себе пиво пьет. Ну, она купается, минут 10 купается, 20 купается, полчаса купается, уже час купается, этот муж уже бутылка за бутылкой, и в конце он говорит, жена, выходи с моря, выходи, немножко прогрейся. А оттуда жена говорит, еще чуть-чуть, чуть-чуть, да выходи, а то лотерейку простудишь, еб твою мать. Парень знакомится с девчонкой, с моделью, красивая такая, ну, он на нее смотрит, он тоже симпатяга, и девчонка ему говорит, ну, чем ты занимаешься, есть ли у тебя деньги? Ну, сейчас парень улыбнулся, я, говорит, занимаюсь банками. Вау, девчонке завело банками? Говорит, да. Ну, они разговор за разговором, и уже начало темнеть, парень приглашает ее к себе домой. Они приходят к нему домой, он открывает шампанское, они пьют, уже потемнело, раз и бурная ночь, раз занялись любовью. Занялись любовью, все уже закончили, лежат оба в постели, она играется его грудью волосами, да пальцы наматывает и спрашивает, а не расскажешь ты мне о своих банках? Он скачал с постели, включает свет, открывает свой погреб, и говорит, вот смотри, говорит, мои банки, огурцы, помидоры, баклажаны, компоты, варенье, говорит, у меня. Она посмотрела на него, встала, говорит, ты, говорит, ах ты, говорит, сволочь, ты негодяй, говорит, ты такой, ты меня обманул. Говорит, я тебя ни в чем не обманывал. Он берет банку огурцов и дает ей. Она взяла эту банку огурцов, говорит, я бы не представила бы себе, чтобы я отдалась бы ради какой-то банки огурцов. А он говорит, ты не отдалась ради каких-то простых огурцов. Это малосольные огурцы, они сделаны по фирменному рецепту. Мой папа мне всегда говорил, мальчик мой, когда у тебя будет огород, ты всегда будешь ебаться регулярно. Решил мужик до свадьбы в последние холостые дни поиграть в футбол. Он сейчас играет в футбол, короче, мотается, мячом мотается, всех обыграл, все уже подходит, парадом должен ударить, гу, и кто-то защитник как ему в бутсах, как, долбанет ему по причиндалу. Он весь упал, кричит, плачет. А его пришли носилками, быстро подняли, забрали врачу. Раскрывают его то место, он у него весь уже почти оторванный, висит, такой опухший. А он увидел еще больше и начал плакать. Ну, короче, ему прицепили, замотали, забинтовали, все. Ну, сейчас свадьба, как должна была быть, день свадьбы. Началась свадьба, все хорошо, закончилась свадьба. Сейчас брачная ночь, брачная ночь. Выходит, жена из ванны, вся такая помытая, вся такая чистенькая, и говорит своему мужу, сейчас я тебе сделаю такой подарок дам, что еще даже никто не дотрагивался до него, и никто и не видел. Он так посмотрел на свой подарок, снимает трусы и говорит, да это ерунда, смотри, у меня вообще-то еще и в упаковке. Идет урок по биологии. Учительница говорит детям, дети, сегодня мы будем проходить урок над червяком. Проверим, как себя ведет червяк. Дети смотрят, что за опыты она хочет провести над червяком. Она берет три стакана рюмки, ставит на стол, по дну рюмочку, заливает водку, червяка поднимает, червяк весь меньшится, весь такой. Она раз его бросает, эту водку, это червяк, как попадает водкой. Захлебнулся, видно, там водка. Он уже с ума сходил, червяк, вау, хочет ввти, никак не может. В одну сторону удаляется, в другую сторону удаляется, в стакане, уже не может, короче, все, пиздец, короче, все, уже, вот, дождь, уже, вздохнут, умеет. Она раз его достает, говорит. Дети, смотрите, червяк. Ему очень плохо червяку. Видите? Вот что произошло после водки. Сейчас мы проверим червяка после никотина. Вторую румпу она заливает никотин, бросает этого червяка в никотин, и все дети смотрят после первой, второй никотин, что с червяком происходит. Этот бедный червяк думает, что она от меня хочет. Ёбтовою мать, опыти проводит, этот попадает в никотин. Уже этот червяк думает, что мне уже, короче, пиздец. Ну, уже там бьется, там бьется, хочет выпрыгнуть. Он уже прыгать хочет, червяк прыгает, он никак не выходит, он хочет червяк, он должен выпрыгнуть, правильно? Никак не выходит, и уже все, вот уже должен умереть этот червяк. Она раз его достает, червяк весь висит, не двигается ничего. Дети, вот смотрите, червяк уже почти умирает, но он живой. Вот что делает никотин с червяком. А сейчас мы проверим червяка на сыром яйце. Дети все смотрят, червяк тут при чем вообще. Она раз, ломает яйцо, бросает этот стакан, этот яйцо выливает, бросает этого червяка в яйцо, и этот червяк бедный думает, сейчас третья питка 100% дохлуб. Короче, как попадает в яйцо, он уже двигается в этом яйце, двигается, думает, что-то не, что-то нормально, нет. Ожил червяк, кайфует, для себя кайфует. Вау, ожил червяк, она раз червяка достает, и снова червяк весь двигается, весь. Видите, дети, червяк снова начал двигаться, и он ожил. Вот у кого какие выводы есть, скажите, пожалуйста, я могу выслушать. Все молчат, никто ничего не говорит. Раз Вовочку руку поднимает, Мария Ивановна, можно ответить? Ну, Вовочка, ты мой, говорит, красавчик. Если никто не хочет ответить, как всегда, говорит, ты отвечаешь. Говори. Вот, говорит, Мария Ивановна, я, говорит, какой вывод сделал? Если, говорит, не пить и не курить, значит, в яйцах черви заведутся, да? Мужики собрались, собрались, говорят, давай поедем в поход, ну, что-то давно мы не собирались. Ну, давай, ребята решили, все, мужики, поехали, короче, в поход. Поехали в поход, пришли, сели, раскрыли палатку, открыли палаточку, уже потемняло немного. Разожгли костер, возле костра сидят, гухают, отрываются. Ну, одна лишь проблема у мужиков. Тамары, столько им надоели, столько их перекусали, что они уже не выдержали. Костер потушили и зашли все в палатку. Зашли все, понимаешь, сейчас сидят в палатке, сидят в палатке. Один из мужиков выглядывает с палатки, блядь, видит, светлячки летают. О, снова в палатку, палатку, закрывает, говорит, ребята, говорит, нам хана. Ребята, а что случилось? Тамары вернулись с фонарями, блядь, нас ищут, охуеть! Друзья мои, чтобы не пропустить новые анекдоты, обязательно подписывайтесь на канал!